Наверное, кто-то из вас скажет, Ольга, почему же вы так низко расположили эти розетки-выключатели? К этому времени у нас уже была заказана кухня, и очень важно было, чтобы шкафчики открывались, не задевая за потолок. С клиенткой согласовали и сделали подключение напрямую проводом. Здесь есть еще вот клавиша включения-выключения. Когда эти ниши закроются дверцами, то вы увидите белый фронт. Это не бюджетно, но это крайне комфортно. Здравствуйте, я Ольга Кулейкина, дизайнер интерьеров и руководитель бюро дизайна и архитектуры New Interior. И вновь мы прибыли на наш объект, который мы показываем в рубрике «От ремонта до новоселья». В настоящее время выполнены некоторые работы, с которыми я вас хочу познакомить. На прошлом видео наверняка вы видели, что здесь сформированы ниши, которые будут закрываться дверцами. Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что ниши выкрашены в пудровый модный оттенок, но при этом вот эти вот торцы белого цвета. Дело в том, что фасады дверец планируются в изготовлении белого цвета. Поэтому, когда эти ниши закроются дверцами, то вы увидите белый фронт. Потому что с этой стороны тоже стена белого цвета. Здесь уже установлены фильтры очистки воды, коллекторы. Ну и впоследствии будет сформировано наполнение ниш. Уже приезжал замерщик. И мы сейчас утверждаем чертежи. Напротив меня будет стоять еще перегородка из таких реек. Если вы не помните, как это выглядит, то можете посмотреть у меня на сайте в разделе дизайн проекты или на видео. Ссылочку я для вас оставлю в описании. Мы находимся в гостевом санузле. В принципе, функция его многофункциональна. В этой части будет располагаться хозблок. Гладильная доска. Клиентка, кстати говоря, выбрала уже ту, которая наилучшим образом ей подходит. Относительно выбранного наполнения хозблока мы разместили розетки, выводы для стиральной машинки. Стиральная машинка будет стоять не здесь. Она будет смещена вот в этой части. Это сейчас ее временно так поставили. И закрываться эта часть хозблока будет раздвижными дверцами. Вот на прошлом видео я показывала, как планируется направляющие встраиваться заподлицо с плиткой, чтобы можно было встать сюда и, открыв дверцы, гладить белье. Вот это было очень важно. Все это встроили, встроили очень идеально. И также здесь лежат направляющие, которые в верхней части будут устраиваться, потом будут устанавливаться раздвижные дверцы. За моей спиной находится унитаз с гигиеническим душем. К слову сказать, гигиенический душ можно использовать всегда еще для того, чтобы набрать воды, например, в ведро, чтобы помыть в квартире пол. Так что имейте в виду, это очень удобный, так сказать, аксессуар. Ниша сформирована, в которой расположены коллекторы. Будет она закрываться красивыми дверцами, как у нас на визуализации. Здесь уже установлена мебель для ванной комнаты с раковиной и очень экономичный шкафчик. Поскольку это гостевой санузел, который находится, скажем так, в помещении хозблока, здесь клиенты решили немножечко сэкономить свой бюджет, и я их полностью в этом поддерживаю. Уже установлен полотенцесушитель. Первоначально мы планировали сделать подключение полотенцесушителя через розетку, но потом с клиенткой согласовали и сделали подключение напрямую проводом. Здесь есть еще вот клавиша включения-выключения. Эти моменты нужно при выборе приборов обязательно выяснять, и на ранних этапах во время проектирования это все делать. То есть мы предусмотрели здесь вывод провода, поэтому такое подключение без лишних каких-то проводов было возможно. То есть все скрыто. Друзья, мы находимся в помещении кухни. Начну в первую очередь с очень важного момента, который необходимо было отследить. Дело в том, что клиентка захотела после того, как мы сдали проект, сделать звукоизоляцию по всему периметру, потолка, стен и пола. Соответственно, высота изменилась. К этому времени у нас уже была заказана кухня, и очень важно было, чтобы шкафчики открывались, не задевая за потолок. Вот смотрите, какое открывание. Это очень удобно. Клиентка хотела только такое открывание. Мы все рассчитали. Первоначально у нас запланированы были встроенные светильники, и, соответственно, высота потолка была бы на уровне нижнего края светильников. Если бы мы не внесли изменения в результате авторского надзора, то этими шкафчиками было бы невозможно пользоваться, потому что они открывались бы только наполовину. Поэтому очень важно, чтобы был заказан авторский надзор. Либо, если вы очень внимательный человек, то вы можете самостоятельно это отследить, но имейте в виду, каждый нюанс имеет значение. Для того, чтобы было удобно и комфортно, надо отслеживать все нюансы чертежей. Что касается фартука. Поскольку сейчас стоит вопрос о том, что экономия бюджета очень важна для многих наших клиентов, для вас, дорогие зрители, решил отметить момент. Можно заказать столешницу из искусственного камня, который является дорогостоящим. Например, толщиной 2 см, как сделали мы в этом проекте для клиентки. И это было сделано чуть-чуть позже, чем когда мы проектировали кухню. Первоначально было заложено 4 см. Соответственно, заказ плитки, фартука, так называемая плоскость между верхними и нижними шкафами, размеры 60 см. У нас было рассчитано на 4-сантиметровую столешницу. Поскольку произошла замена столешницы, то мы предусмотрели определенный дизайн. То есть, либо можно было с подклейкой делать, клиентка этого не захотела, либо можно сделать вот с таким небольшим заходом, как плинтусиком, на фартук. Поэтому, поскольку здесь конфигурация кухни и завытяжки тоже там смещается, важно было выяснить, вот сегодня как раз строители звонили, могут ли они положить плитку без подрезок, вот таким образом, ну скажем, домиком. Конечно, могут, в данном случае могут, потому что у нас предусмотрен плинтус для столешницы. В другом случае, иначе у вас образовалась бы щель, и надо было бы этот фартук иначе решать. Поэтому не забывайте и обращайте внимание на эти нюансы. Что касается холодильника, не раз я обращала ваше внимание, что кухню нельзя делать от стены до стены, не устанавливая планку. Зачастую мы оставляем для штор нишу, и достаточно много отступаем, порядка 25 сантиметров от стены для шторы. Но в данном случае каждый сантиметр важен был на кухне, поэтому мы ее сделали практически вплотную к стене, но здесь холодильник, и вы видите, у холодильника выступают ручки. Соответственно, мы всегда в конце заказываем в конце кухни вот такой добор, такую заглушку, чтобы при открывании дверца открывалась максимально и не, ну скажем так, не упиралась в стену. То есть это расстояние возможно, и мы можем безболезненно выдвинуть ящички, в данном случае зоны фреш, где свежие продукты. Здесь же установлена уже стиральная машинка 60 сантиметров, шириной на большое количество персон, порядка 12. Здесь же будет мойка, а там варочная поверхность. И вот в ближайшее время, через неделю уже установят сюда столешницу. В этой части находится морозильная камера. То есть мы заказали, как я многим клиентам советую, полтора холодильника. Если площадь кухни не позволяет заказать двойной холодильник, как большинство любят много-много продуктов, то я предлагаю заказать холодильник, холодильное отделение, то есть там зона фреш в нижней части, и там еще какие-то полки для хранения, и вот такую морозилку. Удаленность холодильника от морозильника никоим образом не мешает. Я сама уже в течение 8 лет пользуюсь таким вариантом. В морозильную камеру залезаю очень-очень редко, потому что там я храню, как правило, либо, например, лангустины, креветки, которые уже замороженные продаются, либо мороженое, которое мы там к праздникам все-таки покупаем. Поэтому вот непосредственно близко иметь морозильную камеру рядом с холодильником нет необходимости. Здесь же уже вот видите, такая красивая колонна, это высокие шкафы, в которые встраивается бытовая техника, оснащен одним прибором. Это уникальный бытовой прибор швейцарского производителя, который включает в себя духовой шкаф и пароварку. И это очень хорошее решение, потому что тогда не надо встраивать два прибора, и у вас появляется дополнительная зона хранения. К слову сказать, у этих производителей есть прибор, который включает в себя три предмета. Это духовой шкаф, пароварку и микроволновую печь. То есть вам не надо три прибора устанавливать в одной колонне. Купив один прибор, вы получаете идеальные результаты при приготовлении и экономию пространства. Что касается светильников на кухне. Зачастую мы встраиваем, делаем полностью устраиваемые светильники, но еще есть вариант, как во многих моих последних проектах, когда устанавливаются накладные светильники. В чем плюс? В принципе, это современный дизайн, это неплохо уже. Во-вторых, как я уже сказала, потолок нельзя было опустить ниже, и часть стройки бы не получилась. Соответственно, мы заказали накладные светильники, они где-то на 10 сантиметров ниже. При этом мы сохранили высоту потолка, ту, которая нам требуется как минимум для открывания двери с шкафа, и, соответственно, смогли установить модные светильники. Друзья, это помещение главной ванной комнаты. Здесь находится душевая кабина. Как видите, мне легко в нее было подняться. Иногда зрители пишут, что зачем же вы делаете душевую кабину, почему не поставить нормальную ванну? Ну, во-первых, в этом помещении большая комфортная ванна бы не поместилась. Во-вторых, когда пара уже приблизительно моего возраста, большинство предпочитает заказывать большие душевые кабины. Вы видели, как легко я подняла ногу и поднялась в помещении душевой кабины. Это удобно. И с возрастом, к слову сказать, это будет еще важнее. И, кстати говоря, молодежь, которая ведет интенсивный образ жизни, тоже предпочитают душевые кабины. Ну, если у вас 500 метров дом, конечно, вы можете себе позволить и ванну, и душевую, и причем не одну. В данном случае решение было принято сделать большую душевую кабину. Очень здесь удобно и комфортно. В настоящее время уже установили раздвижные шторки. Вот таким образом они закрываются. Мы делали нестандарт. То есть вот этот элемент нестандартный. Там образовался такой уголочек, в котором мы будем ставить декор. Здесь же предусмотрено место для полотеносушителей, допустим, для полотенец, и крючки, как видите, для халатов. Потому что кто-то мне на видео писал, а зачем вот эту нишу лучше бы продлили бы вот эти вот створки. И, в принципе, сама клиентка, которая тоже смотрит эти видео, мне сказала, ну что же так люди советуют? Наверное, я лучше знаю, что мне требуется. Где бы я повесила халаты? Так вот здесь место для халатов. И в мокрой зоне его совершенно не обязательно было бы оставлять. Так что здесь каждый сантиметр рассчитан. В настоящее время уже установлены вот эти все приборы, известного немецкого производителя. Душевая лейка потолочная, ну практически потолочная, да. И вот лейка ручная. Управление, термостат, все есть. В этой части установлена раковина итальянского производителя, и над ней овальное зеркало. Было важно заказать его овальным, потому что, опять же, мы рассчитываем каждый сантиметр. Здесь надо было предусмотреть розетки и управление радио. У меня клиенты, они такие как бы современные, любят хорошие передачи, но не телевизионные, а как бы интернет-передачи. Поэтому мы там определенным образом продумывали все, что с телевизорами связано. И очень важно для нее было установить колонки. Здесь они, видите, установлены в потолок. И управление недалеко от зеркала, поэтому зеркало определенной формы мы выбирали, чтобы все выключатели и все управление помещалось. Ну а в этой части находится унитаз. Тот самый чудо-унитаз, о котором я не раз рассказывала. Сама являюсь пользователем японского унитаза BD. Да, унитаз функции BD. Опять же, это очень хорошее решение для небольших пространств. Когда вы хотите иметь не просто гигиенический душ, а вот иметь предмет с функцией BD. И в то же время это унитаз. То есть получается один предмет заменяет все функции. И здесь также есть пульт управления. Это не бюджетно, но это крайне комфортно. Поэтому, если вы готовы себе позволить лучше, то вам, конечно, такой предмет необходимо купить в ваш санузел или в вашу ванную комнату. Мы находимся в помещении спальни. На сегодняшний день во всей квартире уже выложен паркет. Это достаточно широкая доска инженерная. Цвет мы выбирали, трепетно подбирая, к цвету плитки. Потому что в гостиной, несмотря на то, что там закрыто все бумажкой, вы когда смотрели предыдущие кадры, даже наверняка не обратили внимание на паркет, потому что он закрыт. Здесь он открыт, мы можем любоваться красотой. Мы заказывали у наших постоянных партнеров, которые делают в том числе и укладку. Укладка сделана идеально. Что относительно цвета. Цвет он такой немного теплый, бежеватый. Соответственно, клиентка мне сказала, что давайте теперь выберем другие обои в спальню. Потому что я уже не хочу все бежевенькое. Ну, вроде как это, среди вас, дизайнеров, не модно. Я хочу быть модной, как все творческие люди. Я говорю, не вопрос. Мы поехали. Перевыбрали другие обои. То есть мы решили сделать, видите, у нас теплого, такого песочного цвета паркет. И сделали в холодном оттенке обои с орнаментом. Здесь, видите, под текстиль. А здесь как будто бы еще текстиль с цветочками, как ткань. Соответственно, симпатичное сочетание. Если вы обратите внимание на розетки и выключатели, наверное, кто-то из вас скажет, Ольга, почему же вы так низко расположили эти розетки и выключатели? Нет, это не низко. Я не раз в своих видео говорю, что важно выбрать мебель и относительно ее уже всю фурнитуру привязывать, привязки делать, так говорят. Соответственно, здесь тумбочки такие на два ящика, такие же, как в моей квартире. И высота выключателей розеток в данном случае должна быть небольшая, только чуть выше вот этих тумбочек. Чтобы не получилось так, что вот у вас низкая тумбочка, розетки-выключатели на какой-то более, ну, большей высоте, и вот такие провода идут по всей стене от розеток к телефону, например, который заряжается, или к какому-то планшету. Поэтому здесь это все продумано, это не ошибка. Также вы видите по два проводочка с каждой стороны над розетками. Здесь вот те, что повыше проводочки, это декоративные бра, а пониже это, естественно, светильники для чтения. Меня в очередной раз радует, что мои клиенты читающая публика, и я с удовольствием делаю в своих проектах вот эти вот светильники для чтения. Здесь уже установлен радиатор, ну, в общем-то, они во всех помещениях установлены, и, как видите, небольшое нависание подоконника над ними. В верхней части вот такая, как бы, полочка. Здесь будет установлено светодиодное освещение, которое будет давать полную освещенность помещению. Это не просто подсветка, да, просто какие-то светодиоды кинуть. Они будут, не будут давать сильной интенсивности. Здесь у нас свои поставщики, свои производители, которые делают свет той силы, которая нам требуется. Как правило, мы делаем освещение с помощью отраженного света для полной освещенности помещения. Потому что здесь больше уже нет никаких люстр и бра. Ну, надеюсь, вам, друзья, понравился мой рассказ об этой квартире. Возможно, что-то было для вас новым или необычным. Надеюсь, вся эта информация была для вас полезна. Поэтому подписывайтесь на мой канал. И чтобы не пропустить новые видео, обязательно нажмите на колокольчик. Вам тогда будут приходить оповещения о выходе новых видео. И вы ничего не пропустите. Ну и, конечно же, не забывайте про Инстаграм. Там у меня появляются визуализации тех проектов, которые, возможно, не выставлю ни на видео, ни на своем сайте. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всех событий, обязательно заглядывайте на страничку Инстаграм, которая проходит строкой вот в этой части экрана. Ну, теперь что? Хочу с вами, друзья, попрощаться сегодня всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok